Спасибо большое, Галина Юрьевна. Добрый день, голубокожие мои коллеги, добрый день, зрители. Позвольте продолжить сессию данного круглого стола. Сегодня мы рассмотрим различия между объективным и патоморфологическим ответом и сделаем это на примере современных исследований по неоадивантной терапии, так как в настоящий момент эти исследования являются очень перспективными и в целом, в общем-то, показательны здесь результаты. Одно из таких исследований – это исследование OPATS и NEO. Это исследование уже второй фазы. Ранее было исследование первой фазы, где в этом исследовании авторы доказали, что эффективность достаточно высока на неоадивантной терапии. В этом же исследовании исследователи поставили под собой задачу выявить, какой же все-таки будет оптимальный режим неоадивантной терапии. Использовалась комбинация эпилеумаба и неволумаба в различных вариациях. Всего планировалось два введения препарата, затем оценка эффекта и хирургическое лечение. И посмотрите, насколько же разные результаты по патоморфологическому ответу и по полному ответу радиологическому. Радиологический ответ полный всего до 10% пациентов, а патоморфологический практически у 50% пациентов. Но если рассматривать в среднем по именно частоте объективных ответов, то они примерно совпадают друг с другом. Далее, в общем-то, вышел уже в феврале 2021 года анализ общей выживаемости и анализ биомаркеров из этого же исследования. И вот кривые бессобытийной выживаемости очень выражены, там практически более 85% в среднем среди всех трех групп. Общая выживаемость сейчас не достигнута, конечно. Двухлетняя и трехлетняя выживаемость практически составляет около 90%. Также исследователи проанализировали различные биомаркеры и их влияние на патоморфологический ответ. Очень интересным фактом явилось то, что педель экспрессии, в общем-то, не сильно влияло на патоморфологический ответ. Это то, о чем мы вчера обсуждали и касались этой темы. Влияет ли все-таки педель экспрессия? Ну вот по данным этого исследования, в общем-то, не очень влияет. Также исследователи оценивали уровень мутационной опухолевой нагрузки и уровень экспрессии интерферона гамма. И вот та группа пациентов, у которых был высокий уровень ТМБ и интерферона гамма, у них практически стопроцентный патоморфологический ответ. И также у этих пациентов стопроцентная двухлетняя безрецидивная выживаемость. Что говорит нам, опять же, о перспективе данных предиктивных маркеров и использования их в будущем. Также для сравнения хотелось бы предоставить результат исследования неокомби. В общем-то, это исследование не новое. Исследование по применению таргетной терапии трометиниба и доброфениба в неодевантной терапии, третьей стадии пациентов с меланомой кожей. Здесь уже, на удивление, патоморфологический ответ и объективный ответ по рецисто практически полностью совпадают. Совсем незначительные различия. Медиана общей выживаемости составляет 23 месяца в среднем. Двухлетняя выживаемость без рецидива уже снижается. Что косвенно говорит нам о том, что все-таки иммунотерапия несколько более эффективна в этом режиме по сравнению с таргетной терапией. Также исследователи проанализировали опухолевый материал и задались вопросом, почему же все-таки возникают такие полные патоморфологические ответы у одних пациентов, а у других их не бывает. И отчасти это связано с экспрессией PDL-клеток, также это связано с экспрессией CD8-клеток, и индекс КИ-67 косвенно влиял также на уровень полных ответов. Еще одно современное исследование. PRAD – это уже исследование, продолжение исследования ОПАЦЕН. Здесь очень интересный дизайн исследования. Пациенты с меланомой кожи третьей стадии. Им выбирался какой-то маркерный лимфатический узел, как правило, и проводилось два цикла комбинированной иммунотерапии. Затем выполнялось удаление вот этого выбранного исследователями узла. И в зависимости от патоморфологического ответа пациентам назначалась талийная терапия. В случае полного ответа не выполнялась тотальная лимфоденектомия, и пациенты просто отправлялись на наблюдение. Если это был частичный патоморфологический ответ, то пациентам выполнялась тотальная лимфоденектомия, и также они отправлялись на динамическое наблюдение. И только в случае неблагоприятных патоморфологических результатов пациентам выполнялось как оперативное лечение, так и одевантная терапия либо неволумабом, либо комбинированной таргетной терапией у пациентов, соответственно, с наличием мутации в гене-браф. По предварительным результатам этого исследования частота объективных ответов и частота патоморфологических ответов также не совпадает. Частота патоморфологических ответов значительно выше. Практически у половины пациентов обнаруживался полный патоморфологический ответ после всего двух введений препарата, что является достаточно интересным результатом. К сожалению, у нас еще пока нет данных о общей выживаемости, в общем-то все эти кривые еще ожидают нас в процессе, но в целом, в общем-то, тенденция намечается к тому, что такие исследования будут совершенствоваться, их будет больше. Также мы запустили свое исследование в конце 2020 года с использованием отечественного препарата, PD-1 ингибитора, пролголемаб, также в режиме новодевантной терапии. Скоро тоже предоставим какие-то данные, первичные данные Алексей Викторович частично представлял в своем докладе. Спасибо большое за внимание.